Я хотела бы поделиться своим клиническим случаем с целью обсуждения трудного пациента и с неблагоприятными факторами прогноза болезни. Это пациентка с метастатическим поражением головного мозга изначально с целью для того, чтобы определиться в тактике ведения таких пациентов в практической медицине. Пациентка 71 года рождения. В октябре 2016 года у нее диагностируется множественное метастатическое поражение головного мозга. По поводу чего она госпитализируется в нейрохирургическом отделении Республиканской больницы, ей выполняется субтотальное удаление образований левой лобной теменной долях. Гистологически мы получаем эпителиоидно-клеточную пигментную меланому с очень высокой метатической активностью. Также у пациентки выявляется мутация БРА в гене В600Е. Пациентка полностью обследуется, при этом первичного очага не удается выявить и в том числе не удается выявить также и других отдаленных очагов. Пациентка консультируется, обсуждается и коллегиально принимается решение о назначении терапии вимурафенибом в моноварианте. Лечение она получает с ноября 2016 года. Лечение переносит хорошо, никаких осложнений принципиально не отмечает. Выполняется обследование МРТ в январе 2017 года и при этом появляется новый очаг в головном мозге в левой теменной области. Пациентка по поводу этого консультируется в МИПС города Санкт-Петербурга и выполняется ей сеанс стереотоксической терапии 22 марта 2017 года. Там же она консультируется, рекомендуется продолжить терапию вимурафенибом, что она и выполняет. Но также у нее на руках появляются рекомендации в плане того, что если болезнь будет прогрессировать, то возможно рассмотреть варианты иммунотерапевтических препаратов. Лечение продолжается до мая месяца. И при этом при плановых обследованиях мы получаем, диагностируем новые очаги в головном мозге. И кроме того, по результату компьютерной томографии выявляется подкожное образование в правой молочной железе и образование в пятом сегменте правого легкого. Образование в молочной железе подвергается пункции и мы получаем цитологическое подтверждение, что это метастаз меланомы. Таким образом, у пациентки имеет место прогрессирование на фоне терапии в моноварианте вимурафенибом, то есть у нас имеет место подкожный метастаз в правой молочной железе, образование в правом легком и новые очаги в головном мозге. Поэтому у нас появляются вопросы, что же делать дальше, выполнять ли стереотоксическую хирургию, может быть продолжить вимурафениб с добавлением ингибиторов МЭК, рассмотреть варианты иммуно-онкологических препаратов или же на этом лечении завершить и назначить системную химиотерапию. Вся эта ситуация обсуждается лично с пациенткой. Пациентка настроена продолжить лечение зимбарапом. Она была индуцирована на это лечение. Кроме того, планировала консультацию опять же в МИПС города Санкт-Петербург на предмет проведения стереотоксической хирургии. И, кроме того, ситуация обсуждается коллегиально. И все-таки мы принимаем решение, что мы будем рассматривать вариант назначения иммуно-онкологических препаратов, потому что пациентка абсолютно сохранна на тот момент. Статус ЭКОК у нее был 0,1. Каких-то таких серьезных поражений других органов не наблюдалось. И поэтому по решению консильма врачебной комиссии мы принимаем решение о закупке препарата Ниволумаб. Но, как вы знаете, закупка препарата – это длительный процесс. Это занимает время на протяжении реально два месяца. И поэтому за это время она продолжает у нас лечение зельбарафа. Выполняет сеанс стереотоксического удаления метастазов 3 июля. И к нам в центр она приезжает в августе. Когда выполняется контрольное обследование, мы подтверждаем, что да, у нее все-таки имеет место дальнейшее прогрессирование. У нее появляются новые очаги уже в легких. Рост очага в молочной железе, который был у нас цитологически доказан. И, кроме того, появляются новые очаги в печени. К тому моменту препарат у нас уже есть в центре. Поэтому обсуждаем назначение препарата Ниволумаб. На момент назначения статус пациентки 1 балл. Общей мозговой симптоматики принципиально нет приступов судорог. Она не отмечает показатели функции печени. У нее все в пределах нормы. ЛДК – превышение некоторой нормы. И в тот момент она принимала дексаметазон в дозе 4 мг в сутки. Первое введение Ниволумаба она получила по расчетной дозе 17 августа этого года. Первые дни прошли у нас без каких-либо проблем, осложнений. В связи с чем она выписывается из онкодиспансера и уезжает к себе в район. При этом получает рекомендации о том, что следующая госпитализация спустя 2 недели. И если какая-либо ситуация с ней происходит, то нужно об этом нам сообщить. Спустя 5 дней отзванивается участковый терапевт с тем, что у пациентки нарастает общемозговая симптоматика. При этом приступы судорог у нее случаются практически при любой смене положения тела в пространстве. В связи с чем она госпитализируется в стационар под наблюдением невропатолога, получает противосудорожную терапию. Но, к сожалению, приехать к нам она в центр не может, с учетом того, что статус ее резко ухудшается в связи с общей мозговой симптоматикой. И контакт, к сожалению, с пациенткой у нас утрачивается. На сегодняшний день я знаю, что она у нас жива, но приехать к нам она не может. Естественно, конечно, необходимо было бы провести дифференциальную диагностику в плане того, что, возможно, все-таки произошло прогрессирование. И мы бы, по данным МРТ, диагностировали появление каких-то новых очагов. Возможно, пациентке все-таки доза дексаметазон 4 мг, она недостаточная, может быть, нарастание перифокального отека в связи с чем. И была общемозговая симптоматика. Возможно, случился геморрагический, ишемический какой-либо инсульт. К сожалению, сказать, что же с ней произошло, мы не можем. И поэтому у меня такие вопросы к аудитории. В связи с чем это, так как это пациентка с метастатическим поражением головного мозга, и она получала курс стереотоксической хирургии. То вот как Вы думаете, это наиболее какие оптимальные сроки, например, назначения иммуно-онкологических препаратов у пациентов с метастатическим поражением головного мозга после радиохирургического лечения? Уважаемый эксперт, Алексей Викторович, у нас были такие пациенты. По поводу доз глюкокротикоидов, если брать рекомендации, которые в клинических исследованиях являются критерием включения, то это 10 мг в сутки по пренизолону, что равняется 2 мг в сутки по дексаметазону относительно доз глюкокротикоидов. У нас значительное количество пациентов, поскольку мы рядом с гамма-ножом находимся, мигрируют оттуда к нам на иммуно-онкологические препараты. Но, как правило, у них там, имею в виду, у радиохирургов достаточно специфицированный режим снижения вот этих вот доз препаратов. В принципе, если все удачно проходит, где-то в пределах одного месяца пациенты успешно снижают дозу до нуля. И на фоне этого, это же свидетельство о значительной стабильности этих изменений, то есть отек дальше не возникает. На фоне этого мы начинаем, собственно говоря, иммуно-онкологические лечения иммунотерапии, и, как правило, проблем вот таких вот уже системных не возникает. На какой дозе можно назначать, ну это сложный вопрос, но, опять-таки, если мы не можем успешно снизить дозу глюкокротикоидов, это свидетельствует просто о нестабильности в головном мозге и со всеми вытекающими последствиями. Поэтому надо разбираться, что и как. Тем более, что при меланомии частая ситуация – это кровоизлияние в метастаз, которое может происходить само по себе, вне зависимости от назначения каких-либо препаратов, и существенно и серьезно ухудшать прогноз пациента, и просто мешать нам проведению дальнейшей терапии. У нас были такие ситуации у пациентов, которые лечились длительно, причем в программе расширенного доступа к веморфине, там был молодой пациент, у него метастаз в головном мозге был. В общем, кровоизлияние у него произошло за день допланированного хирургического лечения. И мы потом дальнейшее лечение его просто не смогли сделать, несмотря на наличие программы расширенного доступа к эпилеумам, потому что у него сначала было хирургическое лечение по поводу уже кровоизлияния в метастаз, потом у него были тромбоэмболии, как осложнение хирургического лечения, потом одно за другое, в общем, состояние его так и не восстановилось до приемлемого для начала лечения. Поэтому тут вопрос вот в стабильности, он ключевой. Даже не столько в дозе глюкокротикоидов, а сколько в стабильности очага самого и состояния пациента. Но вот докторов еще с Петрозаводска беспокоят вопросы по поводу того, правильно ли они сделали. Нужно было лечить тогда не в лу маму пациентку, либо другую опцию предложить. Ваше мнение, Алексей Викторович, при той ситуации, которая была поражение головного мозга, прогрессирование на правоингибиторах, что можно было еще предложить, может быть, химиотерапию или все-таки не в лу маму, где больше ожидаемой эффективности? Ну, сложно сказать, с химиотерапией мог быть вполне такой же исход. Вполне. И о сроках после радиохирургического лечения. Какие сроки все-таки должны быть выдержаны? Ну, собственно говоря, радиохирургическое лечение не сильно осложняет терапию. Сроки обуславливаются именно назначением глюкокротикоидов. Если оно не назначается в некоторых ситуациях, то можно достаточно в краткие сроки начинать. Безусловно, не надо затягивать на месяц, два, три, четыре и разрывать радиохирургическое лечение и системную терапию. Да, сроки эти определенно не оговорены абсолютно конкретно. Но стоит отметить, что больные должны быть в стабильном состоянии. Это однозначно, да? Да. Спасибо, Елена Михайловна, за интересную презентацию.